Распахали часть домов и я вам наглядно на этом поле покажу, как найти перспективное место для поиска на поле. Ничего не видно, куда идти, в ту сторону, в ту, в ту, непонятно. Но для этого, перед тем как выезжать, нужно посмотреть на карту со спутником. И уже будет известно. Как вы видите по карте, мне нужно идти вон в ту область. Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выход. Выход в одиночку, вернее вдвоем. С моим товарищем Кингом, опять в колючках. В общем, приехали мы на одну деревушку, поблизости, рядом с домом. Приехал один, потому что в выходные мы будем заняты с Кингом. Поедем, как говорится, отстаивать чемпионство. Будем закрывать чемпиона юного. Вот, если интересно, видеоматериал я вам покажу. Пишите в комментарии, если интересно. В общем, я приехал на одну деревню. Эта деревня очень интересна тем, что здесь в прошлые годы я собирал находки прям верховые. Прям глазами на поверхности. Трактор пройдет и монетки сами вываливаются. Деревня советская, так что здесь одни советы царей. Я здесь вообще не нашел ни одного. Но здесь все верховые. Но я к чему вам, ребят, хочу. Хорошо распахали. Очень хорошо, ровненько. Ничего здесь не засеяно. И еще хочу сказать кое-что. У меня на канале очень много молодых кладоискателей, которые просто не могут найти хорошие места. И вот на этом поле я вам расскажу, как правильно, без какого-либо опыта, что-то найти. Распахали часть домов. И я вам наглядно на этом поле покажу, как найти перспективное место для поиска на поле. Так что будет интересно и полезно. Ни один блогер я не видел, чтобы делился своим опытом, своими советами, как, что нужно делать. Ну, знаете, таят, таят свои секреты, которые нарабатывали многие-многие годы. Я же делюсь всем, через что я прошел, и опыт у меня за плечами огромный. Как по копу, так по чистке. Конечно, много критиков именно в мой адрес, что я делаю так, не так. Ну, вы знаете, если вы знаете, как это делать, пожалуйста, выкладывайте видео. Рекомендуйте, советуйте. А так вот гнобить человека, который пытается рассказать, и результаты, в принципе, хорошие, это нехорошо. Я обращаюсь к диванным копателям, к хейтерам, которые постоянно критикуют и втихую ставят дизлайки. Вот, так что вступление есть. Я думаю, видеосюжет тоже получится. Находок не знаю, но обучающее пособие точно вам гарантирую. Так что поехали. Итак, ребят, вот так вот выглядит поле. Вообще, да, ничего не видно. Куда идти? В ту сторону, в ту, в ту, непонятно. Но для этого, перед тем, как выезжать, нужно посмотреть на карту. Со спутника. И уже будет известно. Как вы видите по карте, мне нужно идти вон в ту область. Деревня распахана в той области. Домовые ямы еще остались вон там. Вот, так что наматывайте на ус. Сейчас пройдем, включая прибор именно здесь. И вот в этом направлении пойдем. Потому что имеет свойство распахивать. И плуга разносит монеты от опи-центра. И раскиданы по всему полю. Так что идем. Итак, ребят, пройдя немного, у меня стала попадаться сопутка. В каком плане? Стало попадаться стекло, битый кирпич. Но они такие, знаете, разовые. Это означает, что около где-то рядом находится распаханный фундамент. И вот я сейчас нахожусь на месте. Смотрите. Все черненькое, да? Но вот здесь, вот смотрите, здесь обильно находится трава. Я вам уже говорил на некоторых своих обучающих пособиях, что где раньше были дома, сейчас находятся кустарники. Почему кустарники, в частности крапива, конопля, иван-чай, они очень любят рыхлую почву. И именно на фундаментах почва рыхлая. И здесь то же самое, смотрите. Прямо разница. Все черным-черном. А здесь, видите, зеленка. То есть, почва рыхлая. Ну и видно, видите, да? Мелкий кирпич. Расколанный. То есть, здесь распахали. И сопутка. Стекло. Кирпич. И мы сейчас вокруг этого участка походим. Может быть, какая-нибудь монетка здесь и затерялась. Но не факт. Дом здесь был или же все-таки баня. Потому что кирпич. Печные были. Вот. Так что здесь я покружусь и пойду. Вот там дома стояли. Эпицентр деревни как бы распахан. И вот здесь вот был. Ну, я вам еще и об этом покажу. Какая сопутка. Кстати, сейчас пасмурно. Если было бы солнышко, можно было присесть. Можно было присесть, чтобы был просматривался горизонт. И когда солнце светит ярко, проблескиваются на поле блестяшки. А блестяшки это стекло. И вот где много блестит всего, вам именно нужно идти туда. Где много стекла, там, естественно, бутылки, оконное стекло. Именно находки будут там. Вот. Так что вот такой я вам лайфхак поделился. Никто об этом как бы не делится из блогеров. А я вам расскажу сегодня все, что я знаю о полевом поиске. Хорошо, идем дальше. Итак, ребят, ну, в принципе, я пришел на то место, где стояли дома. И вот, смотрите, подходя к этому местечку, начинается большое количество различного рода камня. В частности, мелкие нужны. Стекло. Беленый, смотрите, кирпич. Вот, видите, это его вывернули. Потому что вокруг него, видите, мелкий кирпич и частицы глины. Его вывернули. Это значит, здесь неподалеку должен быть эпицентр. Может быть, даже вот здесь вот, видите, стекло. Стекло. Глина, керамика, смотрите, керамика. Вот. Вот такая вам сопутка и нужно. Именно в этом эпицентре. Видите, да? Вон, смотрите, кирпичи. Вот, смотрите, вот тоже вывернут. Походу здесь вот и есть эпицентр. Вот он. Вывернут камень. И, походу, здесь вот был фундамент. Видите, да? Травушка-муравушка. Вот, даже, смотрите, походу, вывернули и столбушок. А может быть, ветнец. Это старый, старая древесина. Походу, его вывернули, столбик горизонтальный. Здесь вот был центр. Вот именно здесь. Видите, а я остановился он там. Вот из этого эпицентра. Кирпичи аж разнеслись туда. Потому что пахают так вот. Иногда пахают так вот. И все это разносится. Так что мне вокруг этого места нужно сейчас крутиться. Еще раз вам скажу. Крупный кирпич. Это не факт. Вот видите, крупный. Это не факт. Вам нужно мелкую. Сейчас я вам, наверное, не знаю, получится. Но вам нужно искать мелкую засыпку. Мелкий, красный, дробленый кирпич. Мелкий, мелкий. Видите, сопуточка. Керамика. А не кирпич. В общем, вам нужно мелкий, крошенный кирпич. Объясню почему. Потому что, когда плугом задевают кирпичи. О, здесь богато жили. Хотя в советское время это нормально, банально. Так, что это? Это шифер. В общем... Да, здесь мне надо покружиться, походить. Так что, ладно. Что интересно будет. Крупный кирпич, ребята, когда плугом выдирают, его разносят просто-напросто. Потому что он объем большой. А мелкий, каждый год, плуг задевает кирпич. Тот, который там в фундаменте. И он крошится. И вот именно по этим крошкам можно и определить эпицентр. Вот я сейчас нашел эпицентр. И вот здесь вот сейчас я буду ходить. Туда-сюда, туда-сюда. Причем, ребята, у меня лопата большая. Видите, да? Я ее ношу за собой. Тащу за собой. Так, откуда я пришел-то? И когда я прохожу, от меня остается полоса. От лопаты. Смотрите, как. Вот лопата у меня вот так вот всегда волочится. И за лопатой, видите, остается след. Вот благодаря этому следу я определяю, что я уже здесь ходил. Так что это тоже, ребята, как лайфхак. А сейчас посмотрим. Кинг уже начал таскать сопутку. Фу! Фу! Прекращай. И походим. Надеюсь, что-нибудь интересное у нас выпадет. Итак, ребята, а вот и первое расстройство. Смотрите. Ямка присыпана. Раз. Ямка. 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 И видно. Смотрите. Вот. Ножка. Два. Три. И вот человек шел. Видите, да, следы? Ямка. В общем, ребята, здесь хожено до меня. Печально то, что об этой деревне как бы не особо много народу знало. И поделился с этой деревней я не так уж и давно. Ну, эта деревня, ребята, я поделился с несколькими людьми пару лет назад. И, походу, без меня здесь сюда заезжают. Ну, это печально, ребята. Это неприятно, когда на твои открытые места кто-то приезжает, пользуется случаем. Вот из-за этого, ребята, я перестал рассказывать все места, где я копаю. Очень часто отказываюсь приглашать на совместные копы. Раньше у меня это была традиция. Постоянно приглашал в числе подписчиков покопать совместно. Вот, но после того, как я показываю свои места, там все выбивают. И выбивают, ладно, оставляют огромные котлованы. Закапывать надо с собой ямки. Даже если копаете на поле, будьте добры присыпать. Вот, так что не знаю, что получится. У нас вот такая вот весь день туманка стоит. Сейчас хоть немного рассеивается. А так туманка сильная. Ладно, печально, конечно. Но я думаю, что-нибудь все-таки найдем. Ребят, комрад, который здесь был, он ходил вот так. Я же теперь хожу поперек. Потому что поля надо ходить вдоль и поперек. Так он вроде как все зацепил. Но так как идет распашка, вот эти вот валуны, он мог за волнами не увидеть прибор. Вот, так что я сейчас схожу вот так и набрел вот на это место, о котором я вам ранее говорил. А насчет мелкого камушка. Вот, видите? Вот про такой именно камушек я вам и говорил. Видите, да? Именно здесь. Запутка, конечно, он ковырял металл. Ямки, к сожалению, кое-где не закапывает. Печально. Ладно. Вот именно про этот камушек, ребят. Я вам ранее говорил. Гончая собака. Гоняет. Нашел себе тропинку и гоняет по ней. Кто там? Кто там? Кто там? Иди гуляй, гуляй, гуляй. Красавец. А, ребят, красавец? Кенгулька, ты мой красавец? Завтра будем отставить чемпионство. Итак, ребят, походу все у меня закончилось. Всю информацию, которую я вам дал, она вам пригодится. Но хочу еще немножко вам порекомендовать. Когда вы ходите на поле, обязательно берите с собой рюкзак. Это очень удобно тем, что если вы копаете летом, это очень жарко. Водичка, может быть, даже покушать. Но самое главное, на полях очень много железа, чермета. И я пользуюсь этим случаем. Я, как бы, знаете, не брезгую. Собираю металлолом и в конце года сдаю. А сдаю, в принципе, удачно. На округленькую сумму. Вот и сейчас тоже. Прошелся и набрал полный рюкзак вот такого тяжелого. То ли чуть лямки не порвал. Ну и вот такой вот кусок меди. Вот. Так что, ребят, не брезгуйте. Собирайте. Очень много железа на полях. Вот. Что хочу про эту деревню, ребят, сказать. Эта деревня интересна тем, что здесь, вот именно здесь, находки были всего-навсего советские. Меди царской или же советской здесь вообще не было. Просуществовала деревня, даже не знаю, меньше поколения. Потому что здесь советы буквально были ранние и чуть-чуть позднее зацепило. Ну, наверное, лет 20-30 просуществовало это максимум. Потому что находки здесь были только верховые. И сегодня я решил испытать ваниш. Походил по битому месту. То ли ваниш настолько плох. Или камрад. Чересчур хорош, который здесь ходил. Если я догадываюсь о ком говорю, то у него фишер 75-й. Стаж у него более 15 лет. Кладоискательской деятельности. За душой у него огромное количество кладов. Вот. Если меня Женек смотрит. Женек, привет. В общем, несколько человек об этом месте знают. Может быть, за эти два года кто-то еще узнал. Так что погода, ребят, весь день, смотрите, весь день вот такая вот стоит. Пасмурно. Туман. И сейчас туман уже пришел на поле. Я приехал. Небольшая туманка на поле была. Но она исчезла, ушла. А сейчас снова вернулась. Так что это, наверное, к чему-то. Возможно, погода завтра будет. Жесть какая. Ваниш себя не очень зарекомендовал. Я думал, будет вообще классно. Ходил я с ним со стандартными настройками, ребят. Просто-напросто кнопочку включал. И режим поставил просто-напросто монеты. Больше ничего не делал, ребят. Сначала походил при помощи вот этой функции. Подковка. Потом выключил вообще, потому что очень много глубоких сигналов. Да, ребят, глубоких сигналов. В частности, железо поднимал, блин, с полметра. Да, с полметра некоторые железяки выходили. Ну, с находками сегодня не густо. Идем обратно домой. Итак, ребят, уже возвращаюсь на базу. Туман стоит жуткий, сильный. Давно я такого тумана не видел. К чему я хочу вам сказать. Когда ходите по полям, имейте у себя под рукой несколько катушек. Если поле распахано гладенько, ровненько, прям, знаете, чудо, то тут очень хороша будет непосредственно большая, штурвал. Огромный диаметр катушки. Но если есть волны, грубая распашка, валуны здоровые, то в таких случаях нужно либо стандартную катушечку иметь, или же снайперку на распашках, потому что в основном зачастую верховые находки, потому что все выдавливает. За моей спиной уже кустарник. И вот буквально в 10 метрах от кустарника у нас уже находятся фундаменты. Вы спросите, Сань, ну ты же вроде как бы это, шурфолог, почему не попробуешь фундаменты пошурфить здесь? Хочу сказать то, что деревня очень молодая. Может быть, даже это не деревня была, потому что здесь, как бы, знаете, пробок вообще нету. Может быть, одна встречалась за все время, ну, две максимум, и все. Годы, наверное, сталинские, вот когда были непосредственно сухой закон, или что-то в этом роде, или пятилетка, ударники здесь были, вообще не пили, вообще. Вот, так что здесь чистенько, ну, вот, ну, иногда попадается проволока алюминиевая, а так в целом фундаменты, ребята, вот здесь вот прям находятся, прямо здесь вот в каждых кустах находится фунд. Туатан! Вот, кстати, Кинг вот там вот как раз лазит, где там большой фундамент такой. Я по нему ходил, верховые пытался вызванивать, ничего там не было. И к чему я возвращаюсь, ребят? Если деревня очень молодая, очень молодая, то так таковых находок там не будет. Что мы находим на фундаментах? Это, ребята, потеряшки, которые провалятся сквозь половые щели. Вот, но просуществовала она недолго, и, естественно, большой объем работы лопатить из-за двух-трех монет как-то нецелесообразно. Так что не рекомендую такие фундаменты вообще копать. Вот. Ну, а в целом отдохнули нормально. Самое главное, я вам видео сделал опознавательное, как бы поучительное. Надеюсь, информацию почерпали. Ну, будем двигаться в сторону машины. Наверное, еще с полкилометра пройти. Может, что-то у нас все-таки попадется. Хоть одна-то монета, я думаю, может, будет. У меня честные шурфы, честные копы. Под бросом я не занимаюсь ни кладов, ни серебра, ни золота, как многие делают блогеры, ребята. Так что, если без находок, так без находок. Что тут поделать? Ну, а сегодня вышли просто отдохнуть, погулять. Потому что выходные, еще раз повторюсь, мы с пацанами не встретимся. Ладно. Идем. Продолжаем ходить по этому полю затуманному. Да. Туман стоит жуткий. Не знаю, как на дороге. Так что, идем. Итак, ребят, пришло время попрощаться. А то уже совсем темно становится. Да вы даже не поверьте, сколько сейчас времени. Посмотрел, всего-навсего пять часов, ребята. Пять часов, а уже темень такая. Вот смотрите, да? Уже темным темно. Летом еще можно было четыре часа копать. В общем, приехал я после обеда и того копали где-то три с половиной, четыре часа. Но не столь важно. Самое главное, я материал отснял для вас, чтобы вы знали, как лучше и как правильно копать на полях и оставаться с находками. Хоть я и сегодня без находок, потому что я уже объяснял, деревня просуществовала всего несколько лет, и то, какие здесь находки были, здесь практически верховые, ребята. Верховые, то есть потеряшечки. Их мы уже собрали. Сегодня, к сожалению, голяк, полный голяк. На этом, ребята, все. Надеюсь, вам понравился материал, который я вам подготовил. Времени затратил на это достаточно много. за труды и старания ребята должны поддержать, поставить пальчик кверху. Так что, на этом и все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok